доброе всем утро кто уже 50 человек хорошо что ж начнем мы с инфекционной энцефаломиелита птиц сегодняшнее утро это болезни кур индейка фазанов основном болит молодняк впервые описан у кур 1930 году это энтеровирус из группы вирусов пикорно отделяется скалом теперь он называется гепатовирус так называемый похож на человеческий гепатит и вирус устойчив к окружающей среде доброе утро всем доброе утро но до тесина светлана подтягивайтесь мы уже начинаем уже 10 часов вирус устойчив к окружающей среде в течение длительного времени переходы и между группами возможны то есть в смысле перезаражение через оборудование транспорты и другие оборудования и вспомогательные средства это одноцепочная а рынка вирус размером 20-30 нанометров включая 4 белка стойкость характеризуется стойкостью к химическим веществам и условиям окружающей среды инфекционный энцефаломиелит его осуществует два патологических типа между которыми нет сирологической разницы есть разница в терапизме к тканям то есть есть это энтеротрупные все полевые разновидности заразы орально без вертикального переноса и без значительной патологии и 2 неротропные заражение идет перорально вертикально пути передачи через вертикально через яйцо естественно также горизонтальное заражение в основном при потреблении форма или воды зараженные вирусом с фекалиями от инфицированных особей выживанию вируса в фекалиях не менее месяца также есть передача через прямой контакт с инфицированной птицей респираторная инфекция встречается редко вы выздоровшая птица вакцинированной не будет распространять вирус но в маточных стадах возможно повторное заражение инкубационный период обычно около 10 дней 10-11 дней инфекционные анти полы не появляется обычно в возрасте до трех недель устойчивость более позднем возрасте обычно при вас наблюдается устойчивость более позднем возрасте мы видим депрессию прогрессирующую потерю координации движений так называемые велосипедные движения ногами и молоку тремор головы или шеи иногда артрит или или повреждение мышц и иногда слепота атакси смертельный паралич заболеваемость возможно дуошь от 40 до 60 процентов летальность пласть около 50 25 процентов а может быть и больше вот так выглядит это заболевание то есть мы видим как как выглядят птенцы патологические признаки обычно не появляются взрослых у цыплят иногда бывает белые очаги в мышцах груди и живота накрыла бледные поджелудочные железа лечения лечения нет цыплят следует брать только у чистых или невосприимчивых родителей типичная клиника в особях из одной племенной группы обычно наблюдается серология это и лазит другие методы гистопатология картина не смыты не трудно поставить диагноз выделение вирусов цыплят путем заражения эмбриона мы можем также делать иммунофлуоресценцию именно гистопхимию пцр real-time пцр естественно ткани которые мы берем для отделения вируса должны включать мозг может можно брать и перстную кишку с поджелудочной железой также рекомендуют практике брать железистый желудок зачастую мы там наблюдаем утолщение желез с логическое тестирование острые стадии болезней сыворотки сероконверсия так называемой естественно желательно соблюдать то есть брать по крайней мере две пробы с интервалом 10-14 дней профилактика вакцинация не менее чем за четыре недели до начала яйцекладки иммунизация родительского стада коммерческой вакцины предотвращает вертикальную передачу вируса инфекционного энцефаломиелита и обеспечивает потомство материнским иммунитетом вакцинация проводится родительским стадам возрасте восьми недель старше но не менее чем за четыре недели до начала яйцекладки вакцинация стада стад несушек также рекомендуется для предотвращения снижения яйценоскости живую вакцину против инфекционного энцефаломиелита обычно комбинируют с вакциной против оспа птиц и водят цыплятым путем уколов перепонка крыла мы видели как это делается на прошлом занятии вакцина быстро распространять среди молодняка поэтому не обязательно вакцинировать всех птиц новую рекомендантную вакцину против оспа птиц содержащую часть гена от это инфекционного энцефаломиелита можно вводить путем функции перепонки крыла тоже но она не будет распространяться в стадии естественно дефицит витамина е от дефицита основным дифференциальным диагнозом неврологических симптом очень много цыплят является реальный или микотический энцефалит также имеет сходную картину отравления или абсцессы в головном мозге сейчас мы перейдем к инфекционной анемии птиц друзья это заболевание молодых цыплят характеризуется ну то есть цыплят характеризуется а пластическая анемия атрофии лимфоидной ткани кровозлияниями подкожными внутримышечными и также иммунной сепрессией которые естественно может усложняться вторичными вирусными бактериальными и грибковыми инфекциями когда-то он был открыт 1979 году в японии и уже затем более хорошо лучше исследовано в 1959 году в сша также имеется это заболевание синонимы синтаке синонимы название болезни как болезнь синего крыла и геморрагический геморрагический синдром этот вирус относится к зерковередая патогенные днк это патогенные днк вирусы млекопитающих птиц рыб если вы здесь посмотрите на это семейство то увидите еще несколько болезней животных и которые тоже актуальны для нас ветеринарных врачей но семья церковередая она делится на 2 рода это церковирус церковирусы и гировирусы как раз этот вирус о котором мы сегодня говорим инфекционная анемия птиц относится гировирусом они эти два рода довольно серьезно отличаются друг от друга на генетическим уровнем морфологии геном круглые экосаидрические частицы без оболочки со средним диаметром 25-26 нанометров так выглядит вирус этого заболевания вирус который вызывает это заболевание капсид состоит из 12 пятиугольных трубчатых пентомеров геном это замкнутый кольцевой днк вирус размером 2300 нуклеотидных оснований какие же против протеины производит этот вирус это три белка в один это единственный структурный белок образующий капсид имеет имеет связывающую днк роль второй белок не структурный белок активной сборки и онов при строении вирусом играет роль и третий не структурный белок индуцирует апоптоз и апоптоз вы знаете это явление когда клетки организма осуществляют самоубийство вот видимо как раз помощью этого белка и вирус осуществляет свою защиту от нейтрализации посредством иммунной системы организма вирус попадает в клетку путем адсорбции и проникновения геном вирусной днк высвобождается в ядре а репликативная форма днк синтезируется механизмом ядра транскрипция днк дает вирусный мессенджер нк и осуществляется репликация здесь схематично изображен изображен процесс и если у вас будет желание его рассмотреть позже вы сможете это сделать клинические признаки и до 14 дней после инфекции а смертность может начинаться с 12 до 14 дней после инфекции единственный специфический признак анемия гематокрит низкие пораженные птицы подавлены и бледны полное восстановление выживших может происходить на 20 на 20 через 20-28 дней после инфекции вторичные инфекции часто могут приводить к более высокой смертности до 30 и выше и привести к замедленному восстановлению обычно если наблюдать неосложненная инфекция особенно горизонтально может остаться незамеченной есть не но естественно есть низкая продуктивность птицы вот так выглядят птицы с клиническими признаками передача инфекциям курица это единственный известный хозяин он распространен этот вирус повсеместно во всех регионах мира где выращивают эту птицу чрезвычайно устойчив большинство условий окружающей среды и обработки заражения подвержены птицы любого возраста как горизонтальная существует как горизонтальная так и вертикальная передача если это горизонтальный то через фекально-оральный ингаляционный пути в 4 недели до сероконверсии большинства птиц стаи естественно мы наблюдаем сероконверсию вертикально самое главное вирусное днк может быть обнаружено потомстве от маток с высоким уровнем материнских антител такое явление называется стойкая лантентная инфекция схематично на этой картинке вы видите каким образом передается инфекция от матери к птенцу есть различные штаммы они все принадлежат к одному сиротипу однако возможно нет некоторая антигенная изменчивость некоторые генетические вариации могут быть обнаружены между изолятами в основном более вариабельные области vp1 белка как мы помним это структурный белок сходная патогена среди изолятов наблюдается выделять вирус мы можем предпочтительный метод с помощью культуры клеток а также насуточных цыплятах и куриных эмбрионах их тоже можно использовать для выделения вируса патогенез индуцирует гибель клеток в результате апоптоза как мы уже сказали инфекцирует гемобласты и т-липоциты тимуса и что ведет к анемии иммуно-сепрессии и естественно открывает ворота для вторичных инфекций здесь справа мы как раз наблюдаем одно из следствий поражения клостридиум стекум органы бледные вилочковая железа в целом атрофирована костный мозг бледный или желтый кровоизлияние могут присутствовать в или под кожей мышцах других органах также наблюдается тачечные заболевания гангренозный дерматит как вы видите на этом на этой фотографии гистопатология мы видим тимус истощение т-лимфоцитов от коры до мозгового вещества без значительного воспаления на следующем сейчас будет этрофия тимуса мы наблюдаем такие кровоизлияния в мышцах так секундочку видимо будет позже еще фотография иммунитет возрастная устойчивость наблюдается иммунитет к аномии быстро развивается в течение первой недели жизни и становится полным через три недели это тесно связано с эффективным производством антител взрослые птицы защищены благодаря производству нейтрализующих антител когда более взрослые птицы заражаются более низкой дозы вируса гоморальный ответ нейтрализует вирус без заболевания как мы уже сказали этот вирус известный иммунодепрессант и помогает возникновению вторичных инфекций постановка диагноза предположительный диагноз основан на клинических признаках и патологоанатомических поражениях вирус может можно выделить на гемогенате ткани селезенки и содержимым можно выделить из гемогената селезенки и содержимым прямой кишки в культуре клеток в подозрительных случаях для первичной изоляции можно использовать парентеральную инокуляцию восприимчиваемых суточных цыплят используется сирология сирологические методы также мы можем обнаружить вирус ДНК посредством реал-тайм ПЦР используются клокальные мазки дифференциальный диагноз мы нужно нам отличить болезнь марака тяжелую атрофию тимуса и бурсы токсический гоморранический синдром влияние афлотоксинов токсинов контроль и вакцинации эрадикация практически невозможно устойчивость поскольку ну то есть полное удаление невозможно из-за устойчивости окружающей среде окружающей среде и скрытой передачи от поколения к поколению поэтому важна иммунизация маточного стада для защиты потомства от вертикального и горизонтального заражения используется живая вакцина до достижения половой зрелости 10-15 недель также конечно нужно контролировать вторичными бактериальными инфекциями которые могут начаться после иммунной спрессии которые при вызывает вирус друзья сейчас переходим коллеги к инфекционной бурсальной болезни это третье инфекционное заболевание которое мы сегодня рассмотрим это острая вирусная болезнь остропотекающая вирусная болезнь очень заразная поражает молодую птицу основной мишенью является лимфатический орган сумка фабрициуса вызывает различные степени иммунодепрессии немного таксономии вирус относится к семье бирновирусов рот ави бирновирус обладатель он обладает двухцепочной рНК без оболочки геном 6,3 килобейсов болезнь распространена по всему миру кроме новой зеландии геном 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 заболевания выявили участие инфекции вирусов полевых случаях это однослойный капсид с эко-саидрической симметрией без оболочки диаметром около 60 нанометров и 60 нанометров. Эта болезнь поражает только коры. Второе, познавчимость инфекционная, заболеваемость, которая считается после болезни мукасла. Существуют сирологические подтверждения тому, что вирус существует у индюшек и гусей, но без клинических признаков. Заболеваемость может достигать 100%. Смертность у бролеров 20-30%. У несущих может быть даже 100%. Иммуносепрессия, которая возникает вследствие воздействия вируса, делает организм восприимчивым ко вторичной микрофлоре и вирусным болезням, таким как Нью-Касла, инфекционным бронхиду и другим. Вирус вызывает изменения в бурсе фабрициуса, приводит к унитению иммунной системы и болезни гомбра. Различают два сиротипа, но только первый сиротип является причиной болезни, который разделяется на два варианта. Классический и второй антигенный вариант. Классический вариант может иметь различную патогенность, средняя, классическая, высокая или очень высокая. А как раз антигенный вариант является иммунодепрессантом в большей степени. Второй сиротип инфицирует уток, индюшек, но и без клинических признаков и иммунодепрессии. Средние вирулентности, изолеты средней вирулентности и изолеты вакцин. Мы видим средние по тяжести течение клинические симптомы и смертность. Но вред в бурсе фабрициус зависит от вируленности и может быть значительным в данном случае. Классические изолеты в основном это смертность менее 20% и видны поражения в бурсе. Может возникнуть болезнь несмотря на наличие материнских антител. Третий вариант, когда мы имеем дело с высокой и очень высокой вирулентностью, смертность наблюдается больше 20% и поражение вируса и бурсово-фабрициуса. Болезнь может возникать несмотря на более высокий уровень антител, но довольно высокий. путепередача механическая передача через людей, животных, машины, оборудование и так далее, через конъюнктиву или органы системы дыхания, системы дыхания, через пищеварительный тракт с водой и кормом, а также через паразитов. Есть вертикальная передача через яйцо. После переболевания птица выделяет вирус с фекалиями еще 14 дней, заражая все вокруг. Устойчивый вирус. Вирус очень устойчив к влиянию окружающей среды. Остается продолжительное время помещений и окружающей среди устойчив в действиях хлороформа. Это эффективные дезинфектанты хлорамин, щелок, U1. Важно, чтобы кислотность была довольно высокой. Ну и вирус также погибает при 80 градусах в течение 10 минут. Клинические признаки. Поражение возникает в основном левхоидных тканях наиболее сильно страдает бурса фабрициуса. Последовательные изменения от острова до подострова, генерации и дегенерации некроз от мозгового вещества до коры, застойные явления и эпизодические кровотечения. Хронический тяжелый некроз с фолликулярных центров с образованием кист может наблюдаться в сумке фабрициуса. Варианты штаммов вызывают некроз без воспаления, вызывают быструю атрофию бурсальной сумки и серьезную иммуносупрессию. Также мы можем видеть лимфоцитарный некроз и кровоизлияние и другие лимфоидные ткани. Вот такая фотография. На этой фотографии вы видите одно из характерных поражений во время этого заболевания. Клинические признаки перевокруг клоаки обычно окрашиваются с фекалями, содержащим большое количество уратов. Мы наблюдаем на этом снимке печень с точками некроза, возможны различные болезни, присоединение различных других болезней вирусных, бактериальных и грибковых. Можем наблюдать некротическое воспаление кожи, увеличение бурсы, геморрагический застой, кровотечение и отек бурсы в начале и в конце заболевания. Клинические болезни наблюдаются только у цыплят старше трех недель. Мы можем видеть расклеп, отсутствие аппетита, снижение температуры тела, внетение, смерть. Через несколько дней после начала заболевания бройлеры могут наблюдаться смертность до 7%, несушки практически 100%, даже 100% смертности. Несколько фотографий с тем, как выглядят паталлоконатомические признаки. мертвые тушки обезвожены, часто с кровоизлиянием в грудной мышцах грудной мышцы, в мышцах бедра и брюшного мышца. Еще несколько фотографий кровоизлияния в мышцах киста, различные степени нефроза, нефрита, бурсы фабрициуса с различными поражениями, поражения почек также. вакцинированные на сравнение состояния бурсы фабрициуса у вакцинированной птицы и невакцинированной. Если вы видите, у невакцинированной птицы практически бурсы фабрициуса остается того же размера, не растет. Еще несколько поражений. если мы сравним несколько состояний, посередине вы видите нормальное состояние бурсы фабрициуса, слева она воспалена и геморрагические изменения справа. также мы начинаем острое лимфоцитарное истощение по сравнению с тем, что гистопатология органа норма естественно у нас справа. Диагностика болезни гомбара это клинические признаки быстрое начало 2-3 дня быстрое течение 5 дней патолого анатомические признаки которые я сейчас перечислила лабораторная диагностика террористические методы методы пациент клинические также мы можем наблюдать при болезни гомбара болезнь как бы начинается в каком-то углу из в корпусе повышенная температура из-за того, что у птицы повышается температура мы видим птицу которая поднимает перья пытаясь охладиться от мы нам нужно важно отличить от кокцидиоза что тоже как бы мы видим схожую клинику время инкубации заражения после это после заражения проходит 2-3 дня прежде чем мы видим проявление этого заболевания проходит горизонтальный чрезжелудочный кишечный тракт фекально-оральный цикл контрольно контактно механически и с помощью оборудования происходит заражение мы наблюдаем обычно высокую заболеваемость умеренную смертность в зависимости от возраста птиц антител иммунного статуса а также от штамма вируса наличное наличие вторичной бактериальной или вирусной причины течение болезни бывает без клинических признаков но происходит подавление иммунной системы цыплята с 3-6 недель это депрессия диарея дерошина оперения тремор обезвоживания высокой заболеваемости и умеренная смертность в течение 5-7 дней существует гипер несколько вакцин гипер иммунизированное стадо может защитить потомство от раннего заражения в течение первых 4-5 недель жизни доступны живые атонуированные вакцины с различными уровнями вируленности легкомеренно промежуточная промежуточная и также доступны варианты вероятные вакцинные штаммы живые вакцины могут нарушать материнский иммунитет в соответствии с вируленностью и вызывать замедленный гуморальный иммунный ответ иммунокомплексные вакцины доступны для применения иного и даже и в одном дневном возрасте диагностика этого заболевания мы можем поставить предположительный диагноз который основан на клинических признаках макроскопической и микроскопической патологии мы можем сделать выделение вируса вируса и для этого предпочтительная ткань это сумка фабрициуса а также селезенка куриный эмбрион это наиболее чувствительный объект и клеточная культура может быть использованы куриный эмбрион и клеточная культура для выделения вируса серология непрямой иммуноферментный анализ для мониторинга родительского иммунитета и иммунитета потомства идентификация вирусов в первую очередь молекулярное обнаружение с помощью real-time ПЦР и простого конвенционального ПЦР дифференциальный диагноз кокцидиоз инфекционный бронхит болезни Касла грипп болезнь Марка профилактика это очистка дезинфекция помещений материнские антидела защищают птицу от заражения в течение трех недель естественно нужно соблюдать соблюдать выращивание чтобы птица была содержалась одного возраста вакцины используются живые и инактивированные для профилактики этого заболевания а сейчас мы переходим к болезни Марка друзья это заболевание довольно широко распространено и хорошо нам известно это вызывание это заболевание вызывает новообразование у домашней птицы существует три экономически важных вирусных опухолей заболевания птицы это болезнь Марка вызванная вирусом герпеса лейкоз саркома птиц причина ретроварус и ретикулы эндотелиоз причина тоже ретроварус эти неопластические заболевания вызывают экономические потери от смертности от опухолей и низкой производительности возникновения опухоли широко распространенная болезнь Марка это широко распространенное вирусное заболевание которое в свое время было впервые идентифицировано в 1907 году нарушает регуляцию клеточного деления что выражается в опухолевых разрастания тканей заражение восприимчивых птиц в итоге приводит к реактивации вируса и распространению инфицированных и трансформированных втиклеток висцеральные органы и нервную ткань болезнь Марка вызывает альфа эрпес вирус генус мордивирус и включает три серотипа галит эрпес вирус включает в себя все которые включают в себя все патогенные типы вируса болезни Марка галит эрпес вирус 3 и мелегрид эрпес вирус 1 который поражает индейк тем не менее тяжелые клинические вспышки болезни Марка в коммерческих стадах индейки я не сказала что вот этот вирус который в общем-то он невирулентен для невирулентный вирус выделяемый от кур и индейок используется для вакцин болезни Марка тем не менее тяжелые клинические вспышки болезни Марка в коммерческих стадах индейки являются причиной смертности от опухолей достигающих 40-80% возрасте от 80 до 17 недель и такие явления наблюдались во многих странах другие птицы имепитающие по-видимому не восприимчивы заболеванию и инфекции характеристики патогена вирус болезни Марка является альфа-герпес вирусом который сильно схож с вирусом герпесом 1 как и большинство герпес вирусов в ранней стадии заражения характеризуется полупродуктивной циталитической инфекцией в иммунных органах с последующим латентным периодом инфекция в стадии может быть скрытой до тех пор пока внезапно не начинается падеж поскольку к этому времени по этому заболеванию нет лекарств профилактика двойная важна характеристики патогена это ДМК-вирус размером 300 нанометров имеет сферическую форму мы можем наблюдать несколько вариантов течения латентная инфекция это способность патогенного вируса быть бездействующим скрытым внутри клетки латентная вирусная инфекция является типом стойкой вирусной инфекции которая отличается от хронической вирусной инфекции также это фаза в жизненных циклах определенных вирусов в которых после первичной фазы инфекции пролиферации вирусных частиц прекращается вирулентность в настоящее время установлена схема классификации вирулентности отдельных штаммов вируса болезни Марикка И ее спектр варьируется от слабовирулентного к вирулентным, очень вирулентным и очень вирулентным плюс. Большинство штаммов очень вирулентны, индуцируют кратковременный паралич у большинства куриных линий. Обычно выделяется, когда защита после вакцинации не выдерживает, есть вспышка у вакцинированной птицы, вызывает массивные поражения головного мозга, которые могут быть смертельными. Местом репликации инфекционного вируса является эпителий перьевых фолликул. Так выглядит вирус при фотографии через электронный микроскоп. Клинические признаки. Болезнь возникает между возрастом 14-30 недель. У такой птицы мы видим диарея, зеленые скудные фекалии, бледный и сморщенный гребень и потерю аппетита, увеличение печени, борса, фабрицуса и поражение почек, обезвоживание и истощение, увеличенный живот из-за увеличенной печени. Также наблюдается снижение яйценоскости. Известно, что существует 6 синдромов после заражения болезнью Марека. Это классическая болезнь Марека и вызывает она асимметричный паралич одной или нескольких конечностей. При вовлечении блуждающего нерва может возникнуть затрудненное дыхание у птицы. Помимо поражений периферических нервов часто возникает лимфоматозная интеллектрация, опухоль кожи, скелетных мышц, висцеральных органов. Органы, которые обычно поражаются, это яичник, селезенка, печень, почки, легкие сердца, надпочечники. Второй синдром острой болезни Марека появляется в ранее неинфицированных или не вакцинированных стадиях. Вызывает депрессию, паралич и смерть у большого количества птиц до 80%. Возраст начал намного раньше, чем при классической форме течения. Птица подвергается воздействию вируса от 4 до 8 недель. Наблюдается интеллектрация в несколько органов ткани. Характерным признаком этого заболевания является окулярный лимфоматоз. Вызывает инфильтрацию лимфоцитов, ирисовые диафрагмы, неравный размер зрачков и слепоту. Кожная болезнь Марека вызывает округлые твердые повреждения в пуховых фолликулах. Атеросклероз индуцируется у экспериментально инфицированных цыплят. Инмуносепрессия, это нарушение функции Т-лимфоцитов, предотвращает компетентный иммунологический ответ против патогенного заражения. И пораженные птицы становятся более восприимчивы к болезненным состояниям. Таким патогеном, как цидиоз, эшерихия-коли и другим. Кроме того, без стимуляции клеточным посредственным иммунитетом, иммунитет клеточным линиям из бурсофабрициуса также прекращается, что приводит к тому, что у птицы полностью ослаблен иммунитет. При патологоанатомическом вскрытии мы наблюдаем опухоли в печени, селезенке, бурсе, фабрициуса. Иногда затрягиваются другие органы, такие как легкие, сердце, выдохоносные мешки, гонады, костный мозг и брыжейка, коровозлияние вокруг фолликулов кожи крыла. Утолщенные периферические нервы. Опухолевые внутренние органы. Увеличенные фолликулы перьевые. Железистые. Желудок. Здесь. Профилактика. Вакцинации с использованием живых атонированных вакцин или непатогенными штаммами. Эти вакцины являются классическими примерами негерметичных вакцин, предотвращая заболеваемость и смертность у вакцинированных птиц, но не препятствия репликации или передачи вируса. Лабораторная диагностика. С помощью ELISA и, как обычно, подтверждение через ПЦР, real-time ПЦР. Берутся для постановки диагноза, если, хотя можно сказать, что у этой болезни довольно много характерных признаков, но если мы хотим убедиться, естественно, берутся пораженные органы с опухолями, также утолченные нервы. Друзья, теперь мы переходим с вами к новому заболеванию лейкоз и характеристики и особенностей этого заболевания. Лейкоз – это заболевание, вызываемое ретровирусами. Что же характеризует этих патогенов? Это две копии РНК. Здесь хорошо видно на рисунке, как выглядит вирус, из чего он состоит. Есть внутренние и структуральные протеины, энзимы, наружные протеины. Но существует несколько различных морфологий типов вируса. Характерной чертой ретровирусов является их способность встраиваться в геном хозяина. Для получения провирусной ДНК геном ретровирусной РНК превращается в двухцепочное ДНК и с помощью вирусного фермента обратные транскриптазы встраиваются в геном хозяина. И это катализируется вирусным ферментом, называемым интегразой. Здесь на этом рисунке вы видите схематично, как это происходит. А также на более низком, здесь изображено, как затем происходит размножение вирального РНК. Этиология. Мы можем разделить на экзогеновирусы, которые передаются в качестве инфекционных вирусных частиц, и эндогенные вирусы, которые внедрены в геном, и которые передаются генетически, так называемая генетическая передача. То есть птица может заражаться как экзогенными вирусами, или может получать этот вирус эндогенно от родителей. Причем при вертикальной передаче мы можем наблюдать несколько состояний. При получении экзогенного вируса при вертикальной передаче мы можем наблюдать четыре состояния у зрелых цыплят при ликозе. Это тогда, когда нет веремии и нет антител. Второе состояние – нет веремии, есть антитела. Третье состояние – есть веремия и есть антитела. Четвертое – есть веремия, нет антител. Что это означает? Что зачастую, несмотря на то, что птица заражена, в то же время есть состояние, когда нет выработки антител. При врожденной передаче эмбрионы развивают иммонологическую толерантность к вирусу, а после вылупления составляют V+, A-класс с высоким уровнем вирусов крови, тканях и отсутствием антител. Зараженная птица выделяет вирус с пометом, слюной, спермой. Кровососущие паразиты, клещи и комары тоже являются переносчиками вируса. Живые вакцины, приготовленные с использованием зараженных яиц, могут быть также потенциальным переносчиком заражения. Остатки скорлупы и оболочки яйца после выделения птенца также могут заразить птицу еще в инкубаторе. Иглы, используемые при вакцинациях, также один из возможных вариантов передачи вируса. Вирусы птичьего лейкоза являются членами группы лейкоз, саркома и ретри вирусов птиц. На основе, на свойствах гликопротеинов в вирусной оболочке, члены этой группы, включая лейкоз цыплят, подразделяются на 6 подгрупп. Обычно нет сирологической кросс-реакции между этими различными подгруппами. Посмотрим на эти подгруппы. Группа A и B – наиболее распространенные подтипы, экзогенные вирусы. C – являются менее распространенными. Группа I – является эндогенным подтипом лейкоза птиц. J – экзогенный подтип, который поражает бролеров. Распространение инфекции при горизонтальной передаче, выделение вируса слюной, фекалиями, спермой петуха, другим птицам. Также есть перенос инфекции кровососущими насекомыми, куриными, красными клещами, красным клещом, птичьим клещом и москитами. Живая вирусная вакцина, приготовленная из эмбрионов, является потенциальным источником распространения инфекции. Эндогенная инфекция. Эндогенные вирусы лейкоза обычно передаются генетически в зародышевых клетках обоих полов, так называемой вертикальной передачей. Эндогенные вирусы почти не имеют онкогенности, но могут влиять на реакцию птицы, на инфекцию экзогенным вирусом. Горизонтальные трансписи и петухи являются как носителем вируса, так и источником передачи венерической инфекции другим птицам. Есть данные, что от почти около половины эмбрионов инфицированы вирусом в такой случае. Вирусные частицы выделяются с пометом недавно вылупившихся птенцов. Патогенность зависит от источника вируса, подгруппы вируса, пути проникновения инфекции, дозы вируса, возраста хозяина, генотипа, генетическая конституция и полхозяина. Клинические признаки. Есть несколько проявлений, есть неспецифические. В зависимости от клеточного состава опухолевых разрастаний различают лимфоидный ликоз, эритробластоз, мейлобластоз, мейлоцитоматоз, остеопетроз. Одна или несколько специфических новообразований, вызванных вирусом ликоза, могут возникать в стадии цыплят, и у некоторых птиц может наблюдаться более одного типа новообразования. Это самый распространенный лимфоидный ликоз, самый распространенный у птиц. Вспышки могут возникать в любое время после 14-недельного возраста, однако заболеваемость, как правило, высший момент достижения половой зрелости. Клинические признаки в этом случае неспецифические. Депрессия, снижение продуктивности, патологические признаки опухоли в печени, в бурсе фабрициуса, в почках, легких гонадах, сердце, костном, мозге, брожейке. Опухоли мягкие, гладкие, блестящие. Поверхность разреза выглядит сероватой, до крема белой. Нередко наблюдаются участки некроза. Лиловокализированные диффузные опухоли мы можем находить или сочетание этих форм. Прожение печени, она твердая, волокнистая, почти песчаная. Экономические потери. Смертность варьируется от 1 до 2%, может достигать 20% и более. Субклиническая инфекция оказывает депрессивное влияние на эффективность производства, особенно на производство и качество яиц. Кроме того, их подавляющий действенный иммуноответ приводит к повышению восприимчивости ко многим заболеваниям и к плохим результатам вакцинации. Что подрывает здоровье птицы в целом, делает ее восприимчивой ко многим вирусным и бактериальным заболеваниям. Инактивация вируса. Период полураспада в различных вирусах ликоза при 37 градусах Цельсия в течение 260 минут, что составляет 4,5 часа. Период полураспада различных вирусов при 50 градусах в течение 8 минут. Отдельно мне бы хотелось отметить ликоз птиц, сиротип J. Мы его перечисляли среди сиротипов. Почему? Потому что это заболевание довольно серьезно влияет на эффективность выращивания птицы. Тоже, естественно, это ретровирус. Ликозный комплекс подразделяется на 6 групп, как мы сказали, и J является одним из них. Эта разновидность ликоза возникла в одной из частной кампании по производству ремонтного молодника в Англии в 1986 году, как предполагают, в результате мутации вируса. Болезнь быстро распространилась на несколько стран, но ветеринарный надзор этих стран, осознав, какую опасность несет это заболевание для всего птицеводства, принял программу по эрадикации, полному уничтожению всех зараженных стад, несмотря на огромные средства, вложенные в эти мероприятия. И на сегодняшний день многие страны Европы, США и многие другие считаются свободными от этой болезни. Экономические потери от этого заболевания. Эта разновидность может дойти до 20%. Субклиническое течение инфекции оказывает депрессивное действие на производство яйца и его качество. Ну и депрессивное действие на иммунную систему ведет в большой подвергности ко многим инфекционным болезням, а также делает предпринимаемые профилактические мероприятия бесполезными вследствие неспособности иммунной системы выработать полноценный иммунитет. Инкубационные яйца и племенных птиц следует заводить из заведомо благополучных хозяйств. Профилактика этого заболевания довольно имеет одно из наибольших значений, потому что лечение этого заболевания невозможно и нет вакцин от этого заболевания. В цехах выращивания передают только крепких жизнеспособных цыплят. Условия содержания и кормления должны соответствовать требованиям, установленным для птиц каждого возраста. Обязательное изолирование и выращивание цыплят в разных возрастных группах должно производиться регулярно выбраковка больных, слабых цыплят, кур, вскрытие всей павшей и вынужденной убитой птицы. В неблагополучных хозяйствах рекомендуется использовать для инкубации яйца от кур старше одного года, создавать маточные стада из линейно-габритной птицы, генетически устойчивой к этой болезни. Иммунизация. Никакие вакцины не защищают цыплят от этой инфекции. Искоренение зависит от прерывания вертикальной передачи вируса от родителей до потомства. Программа основана на выбраковке положительных особей. Санитария и выбраковка цыплят является единственным доступным практическими средствами. Также должны постоянно контролироваться эктопаразиты. Живые вирусные вакцины должны производиться из яиц без лейкоза. Естественно, использование генетических резидентных кроссов рекомендуется. Лейкоз G распространяется вертикально через эмбрион, горизонтально путем контакта, создавая толерантных беремических птиц и иммунных птиц с антидилами против вируса. Соответственно, все птицы первого класса – это птицы, которые выделяют вирус и передают G-ликоз потомству. Дифференциальная диагностика – это туберкулез. Мы должны лечить заболевания таких болезней, как туберкулез, болезнь Марка, полуроз, коллигронолематоз, гепатит, подагра, саркома. Патологоанатомические признаки довольно характерные. При вскрытии мы наблюдаем также образование опухолей в различных органах и полости на внутренних оболочках. Они напоминают как какие-то жировые такие наслойки. Но, естественно, очень хорошо видно, что это не жир, а как раз вот такие вот новообразования, которые мы можем взять для проверки в лабораторию. Мы можем проводить серологические исследования. Но помним, что бывают птицы, которые не вырабатывают антитела. ПЦР – проверка ДНК опухолевых клеток. То есть, как мы помним, поскольку ретровирусы встраиваются в ДНК хозяина, то мы должны делать ПЦР именно на эти включения. То есть, можем брать опухоли клетки хозяина. Клоакальные мы также исследуем клоакальные вагинальные смывы и учитываем то, что вирус часто мутирует и требует частой смены праймеров, подборки праймеров к тому или иному типу. То есть, мы оцениваем клинические признаки, и если видим, что действительно клинические патологоанатомические признаки свидетельствуют о наличии вируса, то мы не довольствуемся проведением какой-то одной проверки с одними праймерами. Мы используем различные варианты праймеров для обнаружения этого вируса в геноме. Распространенность в России общей пораженность птицелекозным хозяйством колеблется в пределах от 0,3-0,84%. Но это старые данные, которые, судя по всему, на сегодняшний день являются под большим вопросом. Если мы проверим сегодня, что происходит, я уверена, что мы найдем гораздо большие цифры. Также у нас однажды был такой вопрос по присутствию лейкоза от группы J в России. Люди, специалисты отрицали, что он вообще существует. Я для примера привела одну из статей российских ученых. Как раз они работают в НИЗЖ. И там они наблюдали, если вы посмотрите, что антитела, выявленные в сыворотках крови кур, 70% хозяйств как яичного, так и бройлерного направления. Но берите, эта статья находится, по-моему, в открытии. И я думаю, что вы сами можете убедиться в том, что эти заболевания довольно распространены. И, как я уже сказала, существуют в различных состояниях. Но про радикации, которые проводились в странах Европы и США, и в это были вложены очень большие деньги, она была не зря. Болевания делают практически невозможным рентабельное производство птицы. Мейлоидный лейкоз опухоли присутствуют на груди и на ребрах этой птицы. Как раз то, о чем я говорила, это характерные патологоанатомические признаки. Вот видите, ребра и на них между ними такие, как бы, жировые наслоения, которые мы можем использовать, взять как раз для проверки. Одно из тоже характерных признаков является мейлоидный лейкоз на подгрудинной опухоли. Возникает такая вот грудинная опухоль у взрослой птицы. Характерный признак. Дополнительные фотографии, на которые вы можете посмотреть. Сердце при лимфоидном лейкозе выглядит таким образом. Селезенка при лимфоидном лейкозе. Лимфоидный лейкоз, увеличение бурса фабрициуса и опухоли в печени. Ой, увеличение бурса – это справа. Опухоли в печени вы видите. Мейлоцитоматоз различных органов. Дополнительные фотографии. Костная ткань, поражение костной ткани. Что ж, друзья, на сегодня мы закончили нашу лекцию. Спасибо за то, что были на ней. И на следующее наше занятие будет завершающим. Мы рассмотрим грибковые болезни, такие как аспергиллоз, кандидомикоз, внутренние паразитарные заболевания, эстоманоз, синдром, у нас осталось из вирусных заболеваний, еще синдром снижения яйценоскости кур, о котором мы тоже поговорим на следующем занятии. И в качестве бонуса я кратенько вам расскажу о ремириелле антипастифе, бактериальное заболевание, которое тоже довольно распространено, но как-то незаслуженно малоизвестное на российских просторах. И мы подведем с вами итоги, вспомним самые важные моменты, которые мы проходили. Ну, на мой взгляд, у каждого самое важное, но что-то свое, конечно. Конечно, кратенько тоже подведем итоги и завершим наш краткий базовый курс. Базовый я подчеркиваю, поскольку это только самая-самая начальная такая информация, краткий обзор. Конечно, инфекционных болезней гораздо больше, просто на нашем курсе мы осветили только самые значимые. и наиболее распространенные. Как мы будем двигаться дальше, это время покажет. А на сегодня мы завершили наше занятие. Спасибо, что вы были на нем. Свои вопросы я прошу присылать мне на мейл. Тибур нам помогает в рассылке различных вспомогательных материалов. Кстати, спасибо вам большое, что вы были на сегодняшнем занятии тоже. Насколько было вам полезно сегодняшнее занятие, мне бы хотелось узнать тоже по десятибалльной шкале. Да, у меня есть, пожалуйста, если есть какие-то специфические, ну, профессиональные вопросы, я хотел сказать, пожалуйста, обращайтесь на WhatsApp и на мейл. Я пишу еще раз свой мейл в чате. Можете мне написать. Спасибо, спасибо вам.